Всем здравствуйте! С вами на связи Елене. Сегодня я решила записать такой необычный расклад. Почему? И в чем его необычность? Расскажу все по порядку. Во-первых, у меня прекрасное настроение игривое, а когда оно у меня есть, я всегда стараюсь его использовать во благо как-то непосредственно связанное с Таро. Так вот, те, кто со мной знаком, либо долгое время уже со мной на канале, либо находится моих подписчиков, значит я органически не перевариваю критику и сама стараюсь никого не критиковать, никого не осуждать. Потому что я знаю, насколько слова могут ранить другого человека. А поскольку ты это на себе уже неоднократно проживала, то стараешься как-то защищать других людей от аналогичных, так скажем, ситуаций. Но при этом, если мне нужна какая-то помощь, либо мне нужна информация, я в любой момент, конечно же, могу попросить ее, и я буду готова принять. То есть услышать. Когда у меня есть готовность, я могу прислушаться к мнению, к советам, рекомендациям. Но когда у меня нет готовности, все, что мне говорят, я воспринимаю так вот прям очень в штыки. Но с другой стороны, я достаточно самокритичный человек и очень требовательная к самой себе, но я могу быть и самоироничной. То есть я умею смеяться над собой. Я почему? Потому что я знаю свои слабые места, я знаю свои где-то недостатки, свои уязвимые места в своем характере. То есть я поэтому сегодня решила сделать расклад сама на себя. Для чего? Во-первых, чтобы посмотреть, я не знаю, как это можно будет сделать, да, ну такой-то эксперимент. Расклад, какой вы меня видите, какая есть на самом деле с помощью Таро. Это один момент. А второй момент, в чем его необычность, этого расклада, этого эксперимента. Когда-то давно мне сказали, я не знаю, как это называется, жанр, техника, не знаю, Asmaer, русская интерпретация. По-английски это ASMR. Очень много роликов на YouTube на эту тему, да, кто не знаком, можете забить, посмотреть, очень интересный момент. И суть заключается в том, что это естественные звуки, которые достаточно приятные, они нам знакомы, и они нам приятны. И ролик создается вот именно на таких звуках. Так вот однажды мне одна девочка сказала, что вы знаете, Леня, у вас очень красивый голос, а почему вам не попробовать вот эту вот технику? Я как-то не обратила внимания, поговорила со своим младшим сыном. Он говорит, что да, есть такая. Ну, в общем, рассказал мне много чего интересного, и вот на этом дело все закончится. И вот сегодня я решила сделать в таком жанре этот расклад. Он будет необычный, почему? Я не буду говорить громко. Поэтому я микрофончик себе подвину поближе. И я не знаю, что из этого получится, просто мне захотелось проэкспериментировать, да. И вот я думала, какой бы расклад сделать, да, на эту тему. Вот. И выбрала вот такой, да, чтобы без позиции, чтобы коротенький. Вот. И в то же время посмотреть, что из этого выйдет. Так я сделаю микрофончик поближе. Я надеюсь, меня будет слышно очень хорошо. Хорошо. Итак, приступаем к раскладу. Какой вы в виде меня, и какая я есть на самом деле. Давайте посмотрим, что же из этого выйдет. Какой вы видите меня? Наверное, чтобы держать микрофон поближе. И вы могли меня слышать. Я разношу карты вот таким образом, как веер. Я буду вытаскивать карты по одной. Итак, какой вы видите меня? Король петакль. Человека, который умеет зарабатывать деньги. Человека, который умеет наслаждаться жизнью. Тот, кто надёжный. Тот, который позитивный. Человек, который достиг уже чего-то в своей жизни, в своём социальном статусе. Это человек, который любит жизнь, который любит удовольствие. Человек, который любит вкусно поесть, достаточно медлителен. Но он забудлив и он внимателен. Ещё, какой вы меня видите? Выпала карта Верховной Жрицы. Вы видите меня Верховной Жрицей. Человека, знающего, человека, ведущего, мудрого. Человек, который опять-таки умеет заботиться. Находится в балансе. Много знает. Мало об этом говорит. Человек-закатка. Человек, который находится на связи с высшими силами. Очень спокойный. Никуда не торопящийся. Человек, которому притягиваются люди. Магнетизм и харизма есть у этого человека. Выпадает Аркан Смерти. Давайте я вам, наверное, буду ещё и показывать карты. Верховная Жрица. Немножко отсвечивает. Вот такой вы меня видите. И Аркан Смерти. Посмотрите. Отсвечивает, да. Вот так, наверное, когда человек видит себя в зеркале. Вы видите менять человеком, который постоянно меняется, который постоянно что-то совершает, что-то начинает. Человека очень мистического, человека очень магического, где-то немножко тёмного, потустороннего. Но в то же время человека, который скрывает в себе много тайн. Человек-загадка. Ещё раз скажу. Хорошо. Какой ещё вы меня видите? Человека. Семёрка жезлов. Человека, который защищается. Закрытый человек полностью не открывается, не показывает свою суть. Какие способности вы видите во мне? Двадцатый Аркан. Человека, который умеет пробуждать. Человек, который имеет связь между сознательным и бессознательным. Человек, у которого много знаний из прошлых воплощений. Человек, который может влиять на людей. Человек, который находится и имеет связь посредственно с системой. Но здесь Аркан нам говорит о том, что этот человек помогает воскрешать. Человек, который помогает находить свой путь, своё предназначение, если так можно сказать. Баш Кубков. Человек с хорошим воображением, фантазией. Человек, который умеет чувствовать, сопереживать. Такой достаточно душевный, наполненный любовью, который ко всему относится и смотрит на этот мир через призму любви. Посмотрите, Баш Кубков. В этой колоде. Кристины, ребёнка. Ну, не знаю, вот так вот лучше, наверное, будет. Хорошо. Такой вы меня видите. Я бы сказала, больше как человека заботливого и через призму профессиональной моей сферы. А какая я есть на самом деле? Насколько у вас есть чёткое понимание того, кто я? Либо скрываясь за маской. Кто я? Шестёрка Петакли. На самом деле человек, который готов взаимодействовать с людьми, делиться, что-то давать. Но при этом это тот человек, который во всём всё равно видит свою выгоду. Я решаю, с кем я буду общаться. Я решаю, что дать и сколько дать. То есть, хоть и карта покровительства, карта помощи, но всё равно главное слово остаётся со мной. Какая я ищу на самом деле? Семёрка кубков. Семёрка кубков. Человек, который верит в то, во что он хочет. Я бы сказала, человек, который чётко не определился и не знает себя хорошо. Это тот человек по семёрке кубков, который в конечном итоге должен прийти именно к своему развитию духовному. Но пока он выбирает, знаете, скорее всего, перебирает разные возможности своего собственного развития, так, как будто бы он узнаёт каждый раз о себе что-то новое, выбирая новый кубок. Вот в этой колоде семёрка кубков здесь дама, которая что-то наливает. Вот сюда. Как бы так поставить, чтобы не отсвечивало что-то наливает. Пока другой человек спит. Знаете, какая-то вот хитрость всё равно присутствует. То есть, имейте в виду, я достаточно хитрый человек. Я делаю только то, что я хочу. Когда хочу. Так, это у нас башня. Я человек, который занимается дом разрушенным, деревом. Человек, который постоянно что-то рушит, что-то ищет. Я действительно такой человек. Я сначала что-то создаю, а потом это рушу, для того, чтобы сознать заново, когда, знаете, как кубики. Либо как некий такой трансформерс, когда что-то собираешь. А потом ты смотришь на свой результат. И ты говоришь, а могу ли я построить ещё раз заново? И снова рушишь. Для того, чтобы смотреть, получишь ли ты тот же самый результат. Либо что-то новое. По башне проходят люди, которые стараются не привязываться ни к чему. Итак, кто ещё я? Восьмёрка Петакли. Карта мастерства. Человек, который умеет долго работать. Человек, который обращает на детали. Человек, который полностью погружён. Ему нравится то, что он делает. Человек, который оттачивает своё мастерство. И последняя карта. Кто же я? О, орган мира. Человек, который сосисцает этот мир. Человек, который видит возможности. Человек, который может создавать свои возможности. Человек, который стремится прийти к единству с Творцом. Тот человек, который видит смысл в единстве. Видит везде единство. И человек по органу мира. Человек без границ. Я бы так сказала. Человек, который постоянно видит. Если в мастерстве мы видели детали. То есть есть какая-то масштабность. Человек, который может сферично посмотреть на разные сферы вообще на жизнь. Я бы сказала. Человек без каких-либо границ. Либо человек, стремящийся расширять свои границы. Вот такой расклад сегодня заключался не в том, чтобы я разговаривала шепотом, а все заключалось в том, чтобы прослушивая этот расклад, возможно, ночью, возможно, вечером, а еще лучше в наушниках, чтобы он вас расслабил, чтобы вы услышали приятные голоса, звуки для вас и вас это успокоило. А для меня это эксперимент. И я надеюсь, он был забавный, по крайней мере, для меня и прикольный. Ну, а те, кто не знаком, что такое Асмайер, зайдите на YouTube, посмотрите ролики, вы увидите много интересного. А я с вами прощаюсь. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok